Все, кто прикрасается к православной теме, он, безусловно, становится человеком, который трудится и для себя, и для своей души. 9 июня состоялось в Москве присвоение премии Патриаршей Премии Литературной Патриаршей Премии. И там была присуждена премия, известная нам всем, в том числе комиссии, автору многих книг о новомучениках, Орловский Александр Владимирович, мирское его имя. А все его знают как митрополит, архимандрит, простите, Дамаскин. И вот к тому, что сейчас говорили и слушая выступление Светланы Леонидовны, автора, я удивилась тому, что он, написавший почти тысячи жизнеописаний в своем выступлении, перед тем, как совершилась литературная премия и церемония, он сказал о себе, задали ему вопрос, как это все, насколько трудно, так, что я до сих пор еще не до конца не понимаю, но чувствую, какой это великий труд и что-то непонятное, но очень тяжелое для самого человека. Ну и радостное, наверное. И он вот как сказал, когда я этим занималась и занимаюсь, мне главное, главное для меня в работе по изучению написания книг о новомучениках не повредить своей душе. Я еще не до конца не поняла, но предлагаю вам всем подумать. И у меня вот такое ощущение, что ясно, что человек, прикоснувшийся к этому, меняется сам. И с ним что-то происходит, это я говорю к тому, что Светлана Леонидовна, пройдя этот путь, наверное, тоже это ощутила. И мне бы хотелось, чтобы мы тоже об этом подумали. И вторая мысль, которую я записала из его, тоже хотела, оставила его в конце сказать, но логика выступления Светланы Леонидовны меня заставила сделать это сначала. Спросили, задали вопрос о новомучениках. А он уже 30 лет занимается этим, и книги вы их, наверное, здесь видели на выставке. А он сказал, что для современного человека жития новомучеников – это великая опора в жизни. А человек не может жить без ориентира в жизни. А новомученики могут стать таким ориентиром. Говоря о Матушке Мессаиле, мы можем сказать, что это человек советского времени, да? Она не в обучениях умерла, не новомученик. Но мы как-то всех называем этого периода, людей, ушедших из жизни, причастным к этому слову – новомученики. И мне кажется, мы сегодня делаем большое дело тем, что эту мысль о новомучениках, заключенную в книге Светланы Леонидовны, мы можем передавать другим, да и сами, наверное, тоже можем как-то подучиться, стать лучше, как мне кажется. Потому что, ну, все мы хотим этого. А конкретно говоря, и книга, вот эта, о которой мы говорим, безусловно, она принадлежит к тем, которым необходима и нужна сегодня и современным людям, глядя одним глазом или так чуть-чуть на Украину, как для нас это нужно. А самое главное, с чего я хотела начинать выступление, это то, что книга, представленная на наше внимание, к нашему вниманию, сердца утешающая Мессаиле, Матушке Мессаиле, это радостное и долгожданное явление в культурной и православной жизни курян. И очень важное для нас самих. Уже сказано было, что больше чем 10 лет, 11 лет назад состоялось заседание комиссии по изучению материалов о репрессированных священнослужителях и мирянов курской епархии. И это состоялось в Свято-Троицком монастыре, где нас очень хорошо принимали. И состоялась хорошая беседа, благодаря и игумене Сусане. Мы очень откровенно разговаривали в тот день, не зная, вообще для нас это была новость. К нам пришла комиссия, ой, простите, к комиссии пришла группа инициативная церкви села Муравлёва с просьбой изучить, помочь и представить на канонизацию матушку Мессаилу. А в Миру мы её всех знали, а я в Курске знаю, как её называли, Матрёна Гавриловна или Старушкой, или Старицей, но знали её так. И оказалось, Мессаила, это имя её получено уже как монахиня. И вот после, когда мы разговаривали, мы задавали друг другу вопросы. Комиссия должна была знать, что они имеют для того, чтобы направить документы для канонизации в Москву, в Русскую Православную Церковь. Там тоже есть комиссия по канонизации святых. А пришедшая группа задавала вопросы о том, что нам нужно сделать для этого. И вот эти вопросы совместные привели к тому, что началась работа. Многие помогали, написала Светлана Леонидовна. Более того, прошло время не зря это, потому что каждый шок, как вы сейчас видели из её разговора, безусловно, каждая деталь, которая подчёркивала благочестивый характер жизни Матушки Мессаилы. Он необходим был и как факт, и как подтверждение его. Да и вообще вся его жизнь, потому что правильно пошли по этому пути. Мне очень нравится не просто написать выборочно только то, что касается благочестивых поступков, а всю её жизнь, и её истоки, и становление её как вот таким вот благочестивым человеком, благодаря тому, что она сегодня, Светлана Леонидовна много внимания уделила. Те священники, которые рядом с ней были, имя Луки Крымского Святого, безусловно, говорят о многом и о значении нашей Курской Матушки. И, безусловно, началась работа по каждому шагу выступления и научные результаты докладывались Светланы Леонидовны в соавторстве, с отцом Сергием или как-то ещё кто-то выступал. Но, во всяком случае, материалы доказывались на научной конференции «Демьяновские чтения», которая уже продолжается много лет, почти 20 лет. И каждый год доказывали и показывали результаты этих исследований о Матушке Мессаиле. И сегодня, ну, в тот момент, когда мы с ними встречались, не было, конечно, ни источников, ни систематизированных, вернее, источников. А сегодня у нас это есть. И есть материал, то есть книга, которую мы сегодня смотрим, которая сложена по признакам объективного научного знания. Безусловно, богословские знания и богословская основа, и методология, основанная на христианском понимании жизни православного христианства, безусловно, он играет важную методологическую роль. И в то же время объективные доказательства, они существуют в системе канонизации в России в конце 19-го, с конца 19-го, начала 20-го века. Уже это все было. И сегодня те комиссии, те материалы, которые принимаются, этого требуют. Этого требуют. На мой взгляд, сегодня книга обладает такими свойствами и имеет обращение к таким признакам науки, как прежде всего систематизация и изучение историографии, исторических источников, методов, специфических и общих методологических подходов. Безусловно, это все есть. И для нас это поэтому большая радость, и радуемся мы этому так, как рожиться в семье долгожданному ребенку. И мне бы хотелось подчеркнуть еще и логику изложения материала. Она вначале ставит, это логика, первая часть ставит вопросы, которые необходимо было изучить. И, безусловно, показывает этот процесс. А затем идет по пути, я бы сказала, хронологический путь, но это, конечно, не до конца верный путь. Но, в самом деле, по логике, которая требует понимания темы. Сначала жизнь матушки Мессаилы достаточно трудная, но в любой ситуации та, которая показывает ее становление. Это и священники, которых вы видели, ее окружавшие, и это поездка в Иерусалим. И никуда не выбрасывается и личная жизнь, и влияние ее на своих детей. И тоже здесь огромный пласт, который нам может помочь в своей личной жизни, изучая этот материал. Ну и, безусловно, как бы результатом этого дела, ну, какого дела? Делание, почитание матушки Мессаилы, является в самом конце сказанные слова о том, что продолжается изучение, потому что люди обращаются к ней и получают исцеление или получают какие-то благодеяния, которых не могли получить далее. И последняя часть, она до этого, того, что я сказала, что это вот заканчивается этим, в книге изложен очень важный материал, основанный на воспоминаниях людей. Он характеризует и историю ее жизни, характеризует и обращение людей во время ее жизни, и уже после того, как матушка закончила свою земную жизнь. И поэтому, на мой взгляд, здесь есть все материалы и все свойства, которые необходимы для рассмотрения ее и подачи ее на канонизацию. Ну, безусловно, еще придется делать и второе издание, потому что нам нужно систематизировать еще, ну, как бы изучить и посмотреть то, что нам стоит сделать более точным и ясным, по требованиям комиссии по канонизации, прекрасный список историографии и источников. Это материалы о тех деталях и подарках, которые она привезла из Иерусалима и так далее. Систематизация некоторая могла бы принести только пользу. Но в целом, мне бы хотелось сказать в присутствии здесь благодарность и владыке Герману, который благословил эту книгу. Он всегда к комиссии к нашей относился очень внимательно и очень правильно и глубоко давал свои советы. И это очень важный момент, потому что писали и, конечно, опирались и на его благословение, и на его помощь в этом вопросе. Ну и посмотрите, пожалуйста, вот там в конце есть две рецензии. Одна от отца Владимира в книге есть, это наш руководитель комиссии, и от отца Амбруси, Афанасия. И там очень четко сказано, у кого есть книжка, там посмотрите, хорошие слова и простые сказано о том, что источники, безусловно, и научный стиль изложения, он не засушил язык изложения. Книга читается очень легко и правильно, грамотно. Почему? Потому что такой язык, конечно, и присущ Светлане Леонидовне публицистически, но он не вульгарный, наоборот, очень четко сложенные мысли понятны всем, людям с разным образованием. Так что вот этот вот незасохший язык, он, я думаю, что привлечет людей для чтения. И главное, что если вы начнете, как ни странно, тех, кого я знаю, открывали книгу и начинали с любой страницы, там, где есть особенно вот эти воспоминания, рассказы, и тогда начинают читать дальше. Посмотрите, пожалуйста, я бы, конечно, так же, как и себе, желала получить какую-то пользу для своей жизни. Спасибо большое вам, что вы пришли, и спасибо большое за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. 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 Субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо.